Анастасия, с самого первого года, когда мы начали вести круглые столы для некоммерческих организаций, вы принимаете активное участие как юрист, который дает консультации, который участвует в них и делает презентацию. У меня к вам простой вопрос. Почему? Во-первых, я достаточно давно занимаюсь законодательством о некоммерческих организациях. Я работаю в международной юридической фирме, сейчас в юридической фирме Morgan & Lewis. В принципе, я как юрист начала работать с некоммерческими организациями, начиная с 2006 года. Один из очень интересных моментов в этом тренинге, что организации получают информацию о возможных юридических проблемах до того, как они возникли. Это самое важное. Превенция всегда важнее, чем исправление уже совершенных ошибок. Поэтому это здорово, что многие представители некоммерческих организаций часто ходят на эти тренинги. Вопросы здесь, когда мы работаем с большим количеством представителей некоммерческих организаций, мы можем получить весь спектр вопросов. Тех ситуаций, с которыми сталкиваются некоммерческие организации, в том числе некоммерческие организации, например, из регионов, которые мы здесь в Москве не видим. Поэтому это позволяет нам посмотреть на проблему, может быть, по другим углам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эдвард Валентинович, добрый день. Вы активный участник наших круглых столов по оказанию пробу на услуг некоммерческим организациям. У меня к вам такой вопрос, вернее два. Скажите, пожалуйста, почему вы ходите на эти тренинги и какую вы видите себе пользу от этих тренингов, если видите? Вы знаете, эти тренинги, как показал наш опыт участия в последних месяцах в этих тренингах, имеют огромное значение. Первое, все-таки, это очень существенный независимый источник информации, правовой информации, которую мои коллеги, особенно в регионах, часто не находят. И практическая польза, в том числе, кроме того, что мы получаем правовые знания для НКО, мы делимся щедро с этой информацией с нашими региональными партнерскими НКО. Вот, через наши рассылки, через Facebook, через интернет. Когда коллеги приезжают в Москву и приходят к нам в офис, мы даем распечатки бумажные, и коллеги очень рады получить вот это знание, которое туда часто не доходит. Спасибо большое. Мой вопрос прост. Почему Вы в этом участвуете? Какой Вы для себя видите в этом положительный эффект, если видите? Почему мы в этом участвуем? Потому что в настоящее время законодательство меняется очень часто. Не всегда получается отследить эти новые документы, изменения в этих документах и правильные их прочтения. Тоже происходит при помощи юристов, которые специализируются в данном направлении или в данном отрасли. И Вы видите для себя эффект от этих? Я имею в виду для себя эффект, потому что это всегда помогает в работе и на круглых столах обращают внимание именно на то, на что надо обратить некоммерческая организация в данном направлении. Спасибо большое. Для нас проект по организации круглых столов для некоммерческих организаций очень важен. Мы его начали 4 года назад и проводим при поддержке компании Клифорчанс и при поддержке компании Деллойд, очень широкой. В этом проекте за 4 года приняли участие порядка 850 некоммерческих организаций из Москвы, Петербурга и различных регионов России. И мне кажется, этот проект очень важен. Почему? Потому что он направлен на развитие и повышение уровня компетенции некоммерческих организаций в области юридической осведомленности об условиях деятельности некоммерческого сектора в России. И мы этим проектом гордимся, потому что этот проект дает возможность некоммерческим организациям получать на регулярной основе новые изменения российского законодательства, касающиеся регулирования работы некоммерческого сектора. И как, я надеюсь, многим людям известно, в нашем секторе, во всяком случае, немногие некоммерческие организации могут позволить себе иметь юриста в своем штате. А нанять юриста для консультирования – это вещь, которую позволить себе могут вообще единичные организации. Мы работаем в этом проекте с широким кругом крупных международных и российских юридических компаний. И юристы работают здесь в рулоне, то есть бесплатно. Это часть политики по корпоративно-социальной ответственности юридических фирм. В этом году мы провели 16 круглых столов подобных этому и в Москве, и 6 до конца года проведем в Санкт-Петербурге. И организация этих круглых столов очень проста. Мы выбираем темы, которые будут освещены в течение года. Потом информация об этих круглых столах размещается на сайте, и потом некоммерческие организации записываются, и приходят на круглые столы, где они могут задать вопросы как в ходе обсуждения, так и предварительно, для того, чтобы юрист мог на них профессионально и квалифицированно ответить. И мы надеемся на то, что этот проект будет развиваться и дальше, потому что мы увидим у него огромный потенциал, в котором заинтересованы все стороны, которые в нем участвуют. И мы, как организаторы этого процесса, и некоммерческие организации, которые в нем участвуют, и получают юридическое консультирование, и юристы международных и российских юридических фирм, которые участвуют здесь в рулоне. Продолжение следует... Продолжение следует...